Всем привет! Меня зовут Анна, я подоставляю CCN консорциум ведущих вузов Китая и я ваш проводник по платформе нашего онлайн-курса по китайскому языку First Step CCN. В этом видео я расскажу про структуру курса и материалы. Итак, начнем с основного. Всего 9 уроков и один бонусный в конце. Уроки будут открываться по очереди. Сначала нужно пройти все материалы и задания по первому уроку, чтобы перейти на второй и так далее. В структуре курса вы увидите, что в разделе каждого урока будет 5 позиций, которые мы рекомендуем проходить по порядку. Шаг 1 видео урок, шаг 2 видео урок часть 2, шаг 3 текстовый формат урока, шаг 4 тест и шаг 5 это ДЗ. Давайте подробнее поговорим про тесты. В тестах мы закрепляем материал урока. Приходной балл от 70% и неограниченное количество попыток. Даже наоборот, мы рекомендуем вам проходить тест несколько раз, сразу после того, как просмотрели, прочитали и законспектировали урок. Есть различные задания, выбор одного или нескольких вариантов ответа, верно или неверно, соотнесение блоков, короткие и произвольные ответы и так далее. Часто будут встречаться аудиозадания, когда вам озвучат какое-то слово или фразу, и вам нужно будет далее как-то использовать эту информацию. Каждое аудио будет повторяться дважды. В случае, если вы все равно пропустили и не услышали, то вам нужно вернуться на задание назад, а потом снова перейти к текущему. Если не смогли сделать тест первого раза, то пересмотрите видео еще раз и попробуйте снова. На второй раз, мы уверены, у вас точно получится. А теперь про ДЗ. В домашних заданиях вы сможете использовать полученные знания в разных ситуациях. За ДЗ баллы и оценки не ставятся и не будет комментариев к ответам. То есть, во время прохождения вы только сможете увидеть, правильно ли вы ответили или неправильно, так как мы отдельно пройдемся и будем на видеоразборе объяснять ошибки, рассказывать, как сделать правильно. Количество попыток здесь не ограничено. Можете пройти ДЗ несколько раз, но не переживайте, если будут неправильные ответы. На нашем видеоразборе мы обязательно проговорим, где вы могли допустить ошибку и как сделать правильно. Пожалуйста, не расстраивайтесь и дождитесь разбора. В назначенные даты и время будет выложен разбор домашнего задания по уроку онлайн-курса First Step CCN. Его выкладываем в отдельную папку курса «Видеоразбор ДЗ», о которой мы говорили в предыдущем видео, с соответствующим номером урока 1, 2, 3 и т.д. Обязательно пройдите домашние задания перед тем, как посмотреть разбор. После просмотра рекомендуем сделать работу над ошибками. Не ленитесь, выполненные домашки по урокам помогут вам почувствовать себя более комфортно при общении с китайцами. Ну а теперь перейдем к вебинару. Каковы вообще цели у вебинара? Вы совместно с преподавателем сможете проработать самые сложные непонятные места по урокам за эту неделю, а также разобрать и ответить на все ваши вопросы по материалам трех уроков, узнать дополнительные факты или более подробные объяснения в процессе диалога. Для того, чтобы вебинар прошел более продуктивно, заведите Google или YouTube аккаунт, чтобы можно было писать вопросы в чате. Скорее всего, у вас они уже есть и вы давно уверенный пользователь YouTube. Не стесняйтесь задавать вопросы во время вебинара. Для усвоения материала лучше сразу разобраться со всеми сложностями, иначе в дальнейшем каждая недоработка будет расти и притягивать в себе новые, как снежный ком. Напоминания и уведомления о начале вебинара будут отсылаться вам на почту автоматически с платформы и с нашего корпоративного аккаунта. Следите, пожалуйста, за уведомлениями, чтобы ничего не пропустить. Подкасты. Мы знаем, что некоторым студентам удобно слушать аудиозапись наших уроков, пока они в дороге, например, или заняты несложным делом. На этот случай в папке можно найти такие аудиозаписи или, как мы их называем, подкасты по каждому уроку заранее, но мы все-таки не советуем слушать до того, как просмотрели видео. У нас для вас еще есть несколько советов. Просматривайте видео внимательно, тщательно конспектируя новые слова, правила, конструкции и иероглифы и нужно просматривать по несколько раз. Давайте не будем заблуждаться, что за один раз вы запомните столько нового материала. Второе. Необходимо помнить о том, что это обучение, поэтому не удивляйтесь, если вы не учили и у вас что-то не получается с первого раза. Ошибаются все, и ошибки, а точнее работа над ошибками – самый быстрый способ запомнить материал. И последнее. Третье. До начала тестов и дезе, пожалуйста, убедитесь, что вы не просто просмотрели видео и текст, но также проработали и выучили материал. Только в этом случае вы сможете с первого раза успешно пройти тест и дезе. Если есть неправильные ответы, лучше пересмотреть материалы и пройти еще раз. Помните, у вас неограниченное количество попыток. На этом все по материалам. Спасибо за внимание, юные ученики!